Привет! Это снова Рикасти. И этот сюжет посвящен небольшим техническим хитростям, которые касаются записи музыки на диске, на CD-носителе. Если ты для себя выбрал CD-проигрыватели, то есть ты решил для себя, что ты будешь играть CD-проигрыватели, то есть такая информация, которая может тебе пригодиться. А как записывать? То есть ты только начал записывать музыку на CD-дюки. Есть два варианта. Заполнять их до упора, то есть занимать полностью пространство диска, то есть все 80 минут, которые влазят на этот диск. Если ты пишешь в аудио CD, давай так, первое это аудио CD, то у тебя максимальная визительность 80 минут. То есть ты можешь заполнять все. Но тогда, если ты только начал записывать диски, может возникнуть такая ситуация, что два трека, которые ты хотел бы свести между собой, могут быть на одном диске. Вполне реальная картина, если у тебя там 10 или 7 треков на одном диске. Правильно? Или 12. Как решить эту проблему? Очень просто. Берешь, записываешь диски парами. То есть ты заполняешь их до упора, но записываешь парами. И в карманчик, в сумке кладешь их по 2 штуки. Что ты тогда этим достигаешь? Ты можешь любой трек с любым треком смешать. Очень просто. Очень просто. Но есть два диска. Второй способ, как записывать. Опять-таки аудио формат. Это записывать на один диск не больше 30 минут. Не больше 30 минут. Почему именно 30 минут? Потому что, если записать 30 минут, то лазер начинает на дисках прожигать от центра. От центра и к краям. Он прожгет диск ровно до середины. Вот, до середины. То есть остальная часть останется незаполненной. Вот. Почему? Потому что... Почему вообще? В чем прикол? Прикол в том, что наиболее страдающая область у диска – это края. Вот. Если ты запишешь музыку посередине диска, по центру, то диск тебе дольше прослужит. И так как у тебя поместится максимум 5 треков с таким видом записи, то ты... Как бы, такой проблемой, что у тебя будет 2 трека на одном диске, вероятность такой проблемы, что 2 трека на одном диске, которые ты захочешь свести, сводится к минимуму. Вот. Вот. Я сейчас могу даже продемонстрировать. Я беру просто новый диск. Вот, абсолютно новый, и тру его об столб. Вот. Просто нащадно тру его. Ну, тут, наверное, надо сфотографировать. Вот, если наведётся резкость. Нет, не наведётся. Вот. На меня наведите резкость. Я тогда выложу фотку. Просто прикреплю ссылку на фотку или это. Ну, то есть, как бы, я не соврал. Реально, вот я потёр абсолютно новый диск. И видно, что царапины заняли края. А центр остался практически, учитывая, как я его просто жестоко тёр, центр остался неповреждённый. Такой способ, можно сказать, он неэкономичный. Ну, как бы, зато диски дольше. То есть, тут сложно сказать. Это надо со временем, как бы, сделать исследование, да. В чём будет экономичность. В том, что диски надо будет перезаписывать. Или в том, что много дисков надо записать. Вот. Теперь, если вы записываете MP3. Вот. Сейчас всё больше и больше и больше и больше. Проигрывайте, если южно поддерживают MP3. Вот. Ну, тогда тот же, в принципе, тот же принцип и работает. Но в таком случае всё-таки лучше записывать на полдиска. То есть, сколько влазит 700, да. 700 мегабайт на обычный диск. То запишите не 700, а 350 мегабайт. И тогда... Или, не, 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 не. Стойте. Не 350, а 300. 300 или 250 мегабайт. Вот. Треков лезет достаточно много. Вот. И... Ну, и запись у вас будет от центра занимать. Ну, то есть, запись лазера прожжёт только до центральной части диска. Вот. Опять-таки, если вы только начинаете записывать диски, то записать всё, загнать всё на один MP3 диск или на два MP3 диска. Ну, такой себе вариант. Ну, хотя, кому как больше нравится, в принципе. Можно взять, кстати, записать всю свою музыку, что у вас есть, на два одинаковых... Ну, то есть, если у вас в MP3 вся музыка, ну, поначалу вся коллекция вмещается на два MP3 диска, можно записать, сделать два одинаковых диска и просто между собой их сводить. Ну, то есть, ну, блин, да, вы зашли, диски сразу это, и вы любой трек с любым треком сведёте. Вообще никаких проблем. То есть, как видите, вариантов очень много. Очень много вариантов. Технологии растут, становится всё проще и интереснее работать. Как... ну, то есть, как... Единственная проблема, вот. Кстати, единственная проблема в том, что... Если вы запишите много-много дисков, много-много треков в формате MP3 на диск, какая проблема номер один? Если вдруг вам попадутся сотки, а это всё-таки случается, то вы в жопе, потому что сотки MP3 не читают. Вот. Второе. Диск... проигрыватели, вернее, тысячные. Тысячные и восьмисотые. Нет. Они не совсем... Ну, они дольше расчехляют трек. То есть, диаграмма трека на проигрывателе появляется дольше, намного дольше. И, допустим, если вы захотите сделать бэкспин, ну, то есть так... Крутануть, да? То, у вас он может... И замеснуть, потому что MP3, опять-таки, проглючивает. Поэтому есть, даже сейчас, хоть с развитием всех... MP3 и флешки на диске все-таки лучше записывать в аудио формате. То есть вы себя страхуете от того, что от соток страхуете, от проигрывателей со слабым лазером страхуете. Ну и вообще, вы чаще меняете диски, и это круче смотрится. Еще одна проблема, вторая, может у вас возникнуть, если вы будете записывать много MP3 на один диск, в том, что вам будет проблематично распечатать бумажку с трек-листом, который на этом диске. Если вы записываете 5, 6, 10 треков, то это вместится, допустим, в формат квадратик, во вкладыш для папки. Ну вот, вот в такой вкладыш все очень легко вместится. Вот в такой. А представьте, если вы запишите... Бачно? Супер. Вот. А представьте, если будет записано 100 треков, то у вас эта бумажка вырастет вот так. Ну даже не 100, тут достаточно, чтобы она так выросла. Треков 20. Она вырастет вот так. А если, ну, в MP3 сколько влазит? Ну, треков, не знаю, ну, много, 50-100. Где-то 100 треков влазит. В хорошем качестве, может чуть меньше. Ну, то есть у вас будет такая вот туалетная бумажка, вот, которая в этот вкладыш не поместится. Ну и вам будет не угловно работать, а запомнить все 100 треков, которые, ну, у вас записаны. Ну, сами понимаете. И дать у вас очень классная память. Потому что вам надо искать другую работу с такой памятью. Вот. Поэтому, как бы, лучше все-таки какую-то золотую середину выбрать для себя. Диски не такие дорогие. И если брать, допустим, большим паком по 100 штук, то можно себе позволить такую роскошь записывать, там, по 6, по 5, по, ну, треков. Столько треков, чтобы занимать половину диска. То есть 30 минут, уже высчитано. 30 минут. То есть если это полная версия, это где-то 30 минут, по 5 минут в среднем трека. Это 6 треков на диск влазит. Головой хватит. Тем более, если у вас такая папка есть на несколько сидяков, то вообще будет круто. Вот эти были такие тонкости, хитрости и пожелания вам, мои дорогие зрители. Это я, Владимир Касти. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Жду комментариев. Спасибо. 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 Спасибо.